Волгоград может стать самой северной точкой мирового хлопкоразведения. Наши аграрии совместно с коллегами из Узбекистана работают над этим вопросом уже 8 лет подряд. Более того, им удалось вывести волгоградский сорт хлопка. У него пока нет названия, но есть большие перспективы. На экспериментальном поле побывала и наша съемочная группа, и пообщалась с ученым с мировым именем. Американские доллары на две трети состоят из хлопка. Настолько ценная культура. А вот российскими деньгами легко измерить приличную прибыль. С одного гектара можно спокойно собирать урожай не меньше, чем на 100 тысяч рублей. Истинно белое золото, признают эксперты. Хотя отливает оно разными оттенками. Нежно-зеленый хлопок любят дизайнеры. А урожаем цвета хаки очень интересуется Министерство обороны. Для пошива формы с натурального волокна. А как известно, что натуральное волокно само по себе имеет определенное качество. То есть приборы ночного видения не берут это волокно. То есть красителя там нету и поэтому очень трудно заметить. То, что это прибыльная культура может расти на Волгоградской земле, доказывали 8 лет. Именно столько длится сотрудничество Ташкентского аграрного университета с Волгоградским. Хлопковолокно сегодня производят 90 стран. Но России в этом закрытом клубе нет. Спрос на хлопок при этом только растет. И в новых площадях для его возделывания есть экономический смысл. На этих экспериментальных 25 сотках в советском районе Волгограда мировая коллекция хлопчатника. Аграрии наблюдали, какие приживутся и вывели новый сорт, адаптированный для наших климатических условий. Пока его рабочее название 65-45. Созревает всего за 110 дней и может занять свое место на мировом рынке. Сейчас самая главная задача для нас, это мы пытаемся создать не просто новый сорт. Мы хотим создать сорт, который бы по качеству волокна не уступал бы, ну будем говорить так, египетским сортам. Египетский сорт Гиза на ощупь нежнее многих других. Из этого тонкого волокна делают парашюты для ракетно-космических войск России и белье для космонавтов. Хотя Волгоградский сорт до него пока не дотягивает, первые образцы получились высокого качества. Пока этот хлопок будут тестировать в лаборатории, говорит ученый с мировым именем Айбек Кимсанбаев. А после можно будет продавать семена. Волгоград может стать самой северной точкой мирового хлопкосеяния. Если господдержка будет такой же серьезной, как в Астрахани, то первые урожаи хлопка в Волгоградской области можно будет собирать уже через несколько лет. В аграрном университете даже сделали макеты так называемого первого бунта хлопка. Внутри этих миниатюрных упаковок настоящее волгоградское волокно. Анжелика Антипина, Андрей Гопчук, телекомпания Ахтуба.